Всем привет! Я наконец-то вернулся на канал Instant Studio и теперь видео будет выходить по графику каждый понедельник. Сегодня у меня много всего на столе. Мы с вами распакуем новый альбом украинского певца и композитора Макса Барских. Также я выиграл именной автограф от Макса Барских и мы его сегодня с вами распакуем и посмотрим на плакат. А также Макс Барских появился в ноябрьском выпуске журнала Pink и мы посмотрим на его новую фотосессию. У меня есть почти все его альбомы в физическом носителе и я вам сегодня их покажу. Событий много, поэтому давайте начинать. Поехали! Вы наверняка замечали, что на моих каналах периодически выходили песни Макса Барских. Да, это связано не с тем, что я хотел распялить свой канал и привлечь новых подписчиков и накрутить просмотры, а с тем, что мне реально нравятся его песни и когда выходит новый сингл, я заливаю его на свой канал и собираю примерно по 100 тысяч просмотров и по 20 долларов. То есть и вам хорошо и мне неплохо. Сперва я предлагаю вам распаковать посылку с именным автографом от Макса Барских, которая мне пришла на Укрпочту 25 октября. С выходом Эры Туманы моя коллекция пополнилась новой атрибутикой. В официальной группе ВКонтакте проходил конкурс, в котором я занял призовое место. Мне прислали именной автограф на плакате от Макса Барских. На передней стороне указаны все данные, это адрес отправителя и получателя. Кстати, здесь написано, что посылку отправил Макс Барских. Посылка мне шла 2 или 3 дня. Такие сроки обусловлены тем, что посылка была отправлена из Киева в Киев. Когда я пришел на почту и увидел, что посылка пришла не в тубусе, я очень удивился и расстроился, потому что понимал, что плакат скорее всего помялся. Сейчас мы его с вами распакуем и посмотрим, подтвердятся ли мои самые худшие опасения. Для этого мы берем с вами ножницы и давайте разрежем. По инструкции указано, что разрез нужно делать с этой стороны. Так, давайте распаковывать. Мы наконец распаковали посылку. Здесь мы видим плакат, давайте его достанем. Как видим, в посылке больше ничего нет и она нам больше не пригодится. Выбрасываем. А вот и плакат. С правой стороны мы можем увидеть, что написано Гури Владимиру от Барских с любовью и роспись. Давайте тщательно осмотрим плакат. Плакат оказался помятый, потому что я не понимаю, почему его нельзя было отправить в тубусе. Но ничего, я его разглажу и закажу для него рамку под его размер и повешенную стену. Следующая наша с вами остановка это новый альбом Туманы. Давайте его распакуем. Обложка альбома была опубликована в сети еще в сентябре. Честно, мне она не очень понравилась, когда я ее первый раз увидел. Но как она выглядит на физическом носителе, мне очень таки даже нравится. По бокам мы видим надпись Макс Барских о задней стороне трек-лист альбома. Давайте вытащим содержимое альбома. Здесь мы видим вкладыш с фотографиями и с фотосессией, которая была специально организована для оформления альбома. С одного бока мы достаем вкладыш, на страницах которого изображены фотографии и тексты к песням. Каждой песне своя фотография. На первой странице и последней указаны имена людей, которые принимали участие в записи и создании треков. В середине сентября был анонсирован новый альбом Туманы. 7 октября состоялся официальный релиз в iTunes. Поклонники Макса Барских ждали выхода этого альбома на протяжении двух лет. Со второго бока мы достаем диск. Он белого цвета. На этом пожалуй все. За творчеством Макса Барских я слежу еще с фабрики Звезд 2, откуда он собственно и появился. В моей коллекции есть почти все его альбомы и первый альбом это был Макс Барских 1. Честно говоря я не помню в каком году я его приобрел, но у меня здесь нет его автографа, это просто обычный диск. Но вот альбом по Фрейду, который вышел в 2012 году, я выиграл в конкурсе ВКонтакте и мне его прислали вместе с автографом от Макса Барских. Я очень рад что у меня есть этот альбом с автографом, потому что альбом мне очень понравился и я слушал его примерно 2 года. Также в журнале «Твои кумиры» был вкладыш с песней Макса Барских, которая называется, а здесь к сожалению не написано. Нет, я не вспомню название, журнал уже не сохранился, но диск у меня остался. Насколько мне известно альбома «Тумана» еще нету в продаже физическом носителе, я его приобрел в первый же день продаж в Ocean Plaza 29 октября в день Хэллоуина. В этот же день Макс Барских выступил с автограф-сессией в этом торговом центре. У меня был план взять этот диск, купить этот диск и получить два автографа. Я приехал за 2 часа до его выступления, было 0 человек, вообще сцена была пустая. Но так сложилась ситуация, что я успел купить диск, но попасть на сцену, чтобы получить автограф, не хватило времени, потому что он был всего полчаса, после чего он развернулся и ушел. И вы не представляете, насколько мне было обидно, ведь я рассчитывал получить автограф, и чтобы на всех него альбомах у меня были автографы именные. Но, к сожалению, мой план не сработал, и я остался просто с альбома. Но ничего, мою душу греет то, что у меня у одного из первых есть альбом «Туманы». Конечно же, в Ocean's я его предзаказал и скачал в первый же день, но в физическом носителе, знаете, мне очень нравится иметь альбомы, которые можно вот так вот потрогать, поставить на полочку и любоваться ими многие годы. Ну а также у меня имеется журнал, на обложке которого Макс Барский. Журнал имеет возрастное ограничение в 18 лет, но у меня уже есть столько, поэтому я могу его смотреть. Но вам одну фотографию, к сожалению, показать я не могу, потому что могут быть какие-то проблемы от Ютуба, а мне не нужны проблемы, потому что мои видео должны выходить каждую неделю. А если будет страйк, то полгода вы будете жить без меня. Да и тем более возрастное ограничение в 18+, ставить как-то жестко, мне кажется. Кстати, журнал я купил всего пару часов назад, поэтому еще не читал интервью, но после съемок я его прочту. Также 4 ноября состоялся первый концерт в поддержку альбома «Туманы» в серию «В платье» в Киеве. Это шоу было особенное, потому что его повторять он не собирается ни в одном из городов нового тура «Туманы». Я не попал на этот концерт, потому что... Есть одна проблема, и именно по этой причине я не снимал видео 3 недели для канала. Альбом «Туманы» состоит из 12 песен, 5 из которых были выпущены в течение двух лет между альбомом по Фрейду и этим альбомом. Лид сингл «Туманы» был выпущен одновременно с предзаказом альбома в iTunes, а остальные 6 песен были выпущены одновременно с этим альбомом. Диск оказался неплохим, но все же, как по моим вкусам, он уступает альбому по Фрейду. Возможно, кому-то нравятся более танцевальные треки, но мне больше по душе альбом по Фрейду. Для всех фанатов Макса Барских это видео заканчивается вот буквально сейчас, дальше мы о нем говорить не будем. Теперь мне хочется затронуть тему, почему видео не выходили 3 недели. Дело в том, что я наконец решил обновить свою камеру и начать снимать ежедневные влоги, как года полтора назад. 2 октября вышла новая камера GoPro Session 5. Я заказал ее в официальном магазине в Европе, потому что в Украине ее до сих пор нету. Заказал, оплатил и кто мог подумать, что существуют таможенные сборы и право на интеллектуальную собственность, ребята. Я этого вообще не знал. И влип на все вот эти правила таможенного сбора и моя посылка с камерой уже вторую неделю находится на таможенном контроле. Я ездил, смотрел эту камеру и помимо того, что мне нужно заплатить за нее еще полторы тысячи гривен, дело в том, что нужно подождать 2 недели, когда компания GoPro согласится дать разрешение на интеллектуальную собственность на ввоз камеры в Украину. Поэтому максимум, когда она у меня может быть, это 16 ноября. Это видео я снимаю 5 ноября. То есть ждать остается еще примерно 11 дней. И через 11 дней это максимум, она будет у меня. Но возможно GoPro отдаст разрешение быстрее и камеру я смогу забрать уже на следующей неделе. Как только ее я получаю, я начинаю снимать распаковку камеры, распаковку аксессуаров в камере, а также тест камеры. Ну а зачем на канале Sun Studio Tzu? Кстати, скоро ребрейдинг этого канала состоится, изменится название, шапка, ну и так далее. Будут выходить ежедневные влоги Guralen. То есть видео будут выходить 7 дней в неделю, 365 видео в год. Разумеется, это никак не повлияет на жизнь основного канала, на котором видео будут выходить каждый понедельник. В общем, оставайтесь на каналах Sun Studio и живите вместе со мной. Увидимся уже в самое ближайшее время. С вами был я, Увагура. Пока-пока. Если на протяжении этого видео вы задаетесь вопросом, что здесь делает альбом Britney Spears, хочу сказать, что это европейское издание альбома и скоро выйдет распаковка на этот диск. Скоро понятие растяжимое. Субтитры сделал DimaTorzok